Всем привет, меня зовут Сахаров Вячеслав и я преподаватель в компьютерной школе Гилей. Я веду два курса, один QA Manual в Киеве и второй это сертификация ISTQB онлайн. И сегодня бы я хотел рассказать, чем занимаются тестировщики и что является результатами их труда. Существует ложное представление о том, что тестировщики занимаются тем, что пробуют сломать продукт и найти в нем какие-то изъяны или же говоря уже сленговым языком найти в нем баги. Но на самом деле это не так. Основной ценностью тестировщика является то, что это единственный человек на проекте, который в любое время существования продукта может оценить его качество и соответствие каким-то нормам или же заявленным требованиям. Именно умение тестировщиков оценить качество продукта в любой момент жизненного цикла разработки программного обеспечения и является основной ценностью работы тестировщиков. Если же брать, что такое тестирование в формате повседневной рутины, чем тестировщик занимается, приходя на работу каждый день, то это работа с продуктом в первую очередь. Никто больше на проекте так не вовлечен в работу с продуктом, как тестировщики. Все остальные участники проекта вовлечены в взаимодействие с продуктом только с какой-то особенной или специфической своей стороны. Тестировщик же единственный, кто полноценно взаимодействует с продуктом, так как будет взаимодействовать конечный пользователь. Именно на этом взаимодействии и строится потом оценка тестировщикам качества этого продукта и той информации, которую он предоставляет о продукте всем другим участникам. С чего же состоит наше взаимодействие с продуктом на повседневной основе? Мы, как тестировщики, выполняем определенные сценарии взаимодействия, определенные запланированные так называемые тест-кейсы, по которым мы определяем, работает та или иная функциональность и насколько хорош, удобен, быстр и приятен в использовании тот или иной продукт. Естественно, в постоянной работе с приложением и проверке его на соответствие требованиям мы находим какие-то изъяны, баги или же ошибки в нашем продукте. Работа тестировщика состоит из двух важных и неотъемлемых частей. Первое – это взаимодействие с продуктом и проверка его на соответствие каким-то требованиям или ожиданиям. А второе – это коммуникативная составляющая, когда необходимо донести полученную информацию о качестве, о найденных или же ненайденных ошибках в этом продукте для всех других членов команды. И обе эти составляющие в синергии дают действительно хороший результат. Работа тестировщика в первую очередь – это коммуникативная работа. Это работа, которая требует взаимодействия со всеми другими участниками процесса разработки. Те навыки, которые называются софт-скилами, являются очень важными навыками, которые необходимо приобретать любому тестировщику. Поскольку процесс тестирования сложен и многогранен, невозможно описать за несколько минут тот объем функций, которые выполняют тестировщики на своих проектах. В следующем видео я постараюсь раскрыть все виды тестирования и рассказать, в чем их особенности и как они влияют на работу тестировщика. Если же у вас остались какие-то вопросы, вы можете их оставлять в комментариях под видео. Компьютерная школа Гилель. Учись ради мечты.